МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Самый дорогостоящий узник планеты. Убийство в тюрьме Шпандау. Секретный полёт заместителя фюрера и позорная тайна британской короны". Документы засекречены. Почему? Потому что англичане не отказались, а согласились. Именно это одна из главных тайн британской истории на сегодняшний день. Ампула с ядом в обмен на сокровище. Неприятные откровения Толстого Германа и мистическая история 12 повешенных. Как главный военный преступник смог вдруг получить яд накануне вынесения ему смертного приговора? Оправдание фельдмаршала, дешёвая расплата по гамбургскому счёту, минные поля Манштейна и операция немыслимая. С этим приходил Наполеон, с этим приходил Гитлер. Ну, я не знаю, придёт ли Обама. Программное обеспечение Холокоста и янки при дворе Адольфа Шикольгрубера в программе «За кулисами Нюрнберга». Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России. Если будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии. И пусть они как можно больше убивают друг друга. Гарри Трумэн. 17 августа 1987 года в берлинской тюрьме Шпандау на 94-м году жизни при загадочных обстоятельствах скончался ближайший соратник Гитлера Рудольф Гесс. Гесса можно смело занести в Книгу рекордов Гиннесса как самого дорогостоящего заключённого в мире. В течение 20 лет он был единственным узником тюрьмы, рассчитанной на 600 заключённых. Ежегодно на его содержание тратился миллион долларов. Какую тайну унёс с собой в могилу самый охраняемый узник мира? И поэтому вполне закономерно, что Рудольф Гесс, который оказался совладельцем страшной политической тайны, на исходе жизни принял мученическую смерть в тюрьме Шпандау. Его попросту удавили. Официальная версия гласит, что 93-летний Гесс покончил жизнь самоубийством, повесившись на электрическом шнуре от настольной лампы. Однако последующие расследования доказали, что заместитель фюрера, скорее всего, был убит. Рудольф Гесс, согласно официальной версии, обмотал шею шнуром от лампы. Другой конец этого шнура намотал на щеколду на окне и, поджав ноги, повесился. Повторю, в возрасте 92-х лет. Вскрытие показало, что он скончался именно так, как я сейчас описал. Сын Рудольфа Гесса не поверил. И первое вскрытие было произведено в британском окружном военном госпитале. Он отвез тело отца в немецкий госпиталь. И тут выяснилось, что, оказывается, на шее Рудольфа Гесса есть не одна, а целых два следа от удушения. Кроме того, странная гематома на затылке. Немецкие врачи сделали вывод, что он был чем-то тяжелым оглушен и дальше со второй попытки повешен. Потому что понятно, что 92-летний старик, во-первых, сам не мог таким образом повеситься и уж тем более не мог сделать это два раза. Сенсационный факт. Невольным участником гибели Гесса стал последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Он уже тогда начал готовиться к роли лучшего немца всех времен и народов. И готовился обсудить проблему Гесса во время визита президента ФРГ в Москву. Михаил Сергеевич Горбачев, который является не очень умным политиком, стал говорить о необходимости дать Гессу амнистию и выпустить его на свободу. До этого Советский Союз придерживался твердой позиции. Всем нацистам место только в тюрьме. Зная об этой позиции Советского Союза, Великобритания могла играть доброго следователя. Англичане не раз говорили, что они не возражают против выхода на свободу престарелого Рудольфа Гесса. И вот когда Советский Союз устами Горбачева также занял эту позицию, англичане столкнулись с ситуацией, что носитель страшной тайны может оказаться на свободе. Так закончилась жизнь последнего из подсудимых Нюрнбергского трибунала. Старинный Нюрнберг был излюбленным местом проведения сборищ нацистской партии. Кадры кинохроники сохранили довольные лица ближайших соратников Гитлера. Они полны надежд и планов. Через 12 лет 24 высших руководителя нацистской Германии вновь окажутся в Нюрнберге, но уже в качестве подсудимых Международного военного трибунала. Лидеры крупнейшего европейского государства понесли наказание за то, что они санкционировали преступления против миллионов рядовых граждан европейского континента. Это уже отрадно, потому что очень часто элита бывает неподсудной. Она может творить любые злодеяния по отношению к рядовым гражданам, а потом уходить от возмездия. Международный военный трибунал в Нюрнберге открылся 20 ноября 1945 года и продолжался 11 месяцев. Он стал первым в истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба, правящего режима Третьего рейха, его карательных институтов, высших политических и военных деятелей. Из 24 подсудимых 12 были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. Дело в том, что неправильно, мне кажется, говорить, что судили идеологию расизма, фашизма, национализма. Если мы возьмем материалы самого процесса Нюрнбергского, то здесь была конкретная повестка дня. Что она в себя включала? Она в себя включала планы нацистской партии и конкретные вопросы использования нацистского контроля для агрессии против иностранных государств, агрессивные действия против Австрии и Словакии, нападения на Польшу и так далее. Второй пункт – преступления против мира. Речь идет о том, что это были такие преступления, в результате которых гибло большое число людей, материальные ресурсы. И конкретно еще два момента. Это военные преступления, это убийство, жестокое обращение с гражданским населением и так далее. И преступления против человечности. То есть, если бы суд занимался идеологическими вопросами, наверное, у него бы ничего не получилось. Победитель всегда судья, а побежденный – обвиняемый. Рейхс-маршал Герман Герин. Из последнего слова на Нюрнбергском процессе. После самоубийств Гитлера, Гиммлера и Геббельса, главной фигурой на процессе, нации номер один, был рейхс-маршал Герман Геринг. Его обвиняли в создании системы концлагерей и планировании агрессивной войны против Польши. Защищаясь, Геринг утверждал, что концлагеря были изобретены англичанами во время Англобургской войны, и что интернирование враждебных элементов практиковалось во время Второй мировой войны и в США, и в Великобритании. Геринг стал одним из 12 фашистских бонз, приговоренных к виселице, однако ему удалось улизнуть от исполнения приговора. Именно нежеланием раскрытия некоторых пикантных тем сотрудничества нацистов с Западом и было обусловлено постоянное прерывание речи Геринга. Более того, с Герингом вступили в определенный сговор. Если он не рассказывает часть информации, то ему будет обеспечена амнистия и выход на свободу. Но через некоторое время, когда прозвучал приговор, Геринг понял, что его обманули. И тогда англичане вышли из ситуации по-другому. Герингу предложили легкую смерть. И в тюбике из-под зубной пасты вовсе не его жена, а британская разведка передали Герману Герингу яд. Он отравился и таким образом избежал позорной для военного смерти через повешение. За два часа до казни, при загадочных обстоятельствах, в строго охраняемой тюрьме ему удалось добыть яд. Рассказал ли он кому-нибудь перед смертью о своей тайне? Ведь известно, что толстый Герман обладал огромной коллекцией художественных ценностей, награбленных в оккупированных странах. Одна из рабочих гипотез сводится к тому, что Герман Геринг в обмен на ампулу с ядом согласился назвать места сокрытия своих художественных кладовых. И дело было решено благоприятно для представителей и западного мира, и нацистского преступника номер один. Несмотря на то, что трибунал работал в открытом режиме, в истории Нюрнбергского процесса немало странностей. Например, к смертной казни, наряду с верхушкой рейха, был приговорен Вольфрам Зиверс, руководитель Анненербе, штурмбанфюрер СС. Это не такое уж высокое звание, соответствует нашему званию полковника. В общем списке элиты СС он не входил даже в первую тысячу. Анненербе занималась мистическими и оккультными изысканиями, поисками таинственной шамбалы и прочей эзотерикой. Одним из главных направлений деятельности Анненербе были попытки управления сознанием и психикой людей. Все документы, посвященные оккультно-мистической подоплеке нацизма, были изъяты из документов процесса. Есть данные, что присутствовавший в Нюрнберге будущий директор ЦРУ Ален Далес использовал их в 50-е годы в проекте МК «Ультра» – незаконных опытах по зомбированию людей. Зиверс был повешен. В то же время многие действительно видные деятели рейха были оправданы. Троих участников процесса их оправдали. Мало кто знает, что суд над политической и военной верхушкой Третьего рейха в Нюрнберге должен был сопровождаться процессом над спонсорами фашизма. Промышленниками и банкирами, обеспечивавшими материальную базу агрессии бесчеловечного режима. За скобками остался главный вопрос. Каким образом Адольф Гитлер и его приспешники смогли прийти к власти в Германии? Этот вопрос остался за рамками Нюрнбергского трибунала, и никто не занимался его выяснением. А зря. Потому что если бы заниматься этим вопросом, то выяснилось бы очень много интересных подробностей. Несмотря на усилия советской стороны, суд над промышленными воротилами рейха так и не состоялся. Американцы боялись, что на процессе могут всплыть неприглядные факты их сотрудничества с нацистским режимом. Недавно стало известно, что в 30-е годы знаменитая американская фирма IBM создавала своеобразное программное обеспечение Холокоста, учета узников в концлагерях и оптимизацию работы газовых камер. За усердие в помощи Третьему рейху в 1937 году Гитлер лично наградил главу IBM Томаса Ватсона высшим фашистским орденом Германского орла. Никто не был заинтересован в том, чтобы разрушать руководство германской промышленности, западно-германской. Никто не был заинтересован. Были заинтересованы и англичане и американцы в том, что она продолжала работать под их контролем. Операция «Немыслимая» – тайный проект британской короны. В рамках этого плана уже в 1945-1946 год немец-немцев в лагерях сохраняли свою военную структуру. Невыученный урок Нюрнберга – повторение истории. Нам не нужно быть Иванами, не помнящими родства, не знающими своей истории. В сентябре 1941 года 94% нефтяного импорта Германии обеспечивали американские корпорации «Тексака» и «Стандартойн». Фашистские танки, шедшие на Москву, заправлял «Рокфеллер». Дженерал Моторс собирал бомбардировщики «Юнкерс-88» и моторы к мессершмиттам 262. Подразделения фирмы обеспечивали вермахт танками и тяжелыми грузовиками. За это глава фирмы Джейсис Муни также был награжден Гитлером в 1940 году Высшим Орденом Рейха. Ставили заводы под свой контроль, но формально у заводов оставались прежние хозяев той же Франции. При этом французские заводы вполне себе активно работали на германскую экономику. Я точно процент не скажу, но германская армия на 1941 год была как минимум на четверть оснащена автотранспортом французского производства. Это к вопросу о том, с кем воевал Советский Союз в 1941 году. Не только с Германией, со всей Европой. На германскую экономику работала вся Европа. Высшие награды от Гитлера удостоился в 1938 году и Генри Форд. На его заводах делались турбины для ракет V2, которыми нацисты обстреливали Лондон, а фордовские автомобили составляли немалую часть автопарка вермахта. Именно оглашение таких неприглядных фактов о тесной связи с нацистами старались не допустить союзники в Нюрнберге. Союзники были союзниками, но каждый из них уже начинал думать о возможном дальнейшем противостоянии. И надо сказать честно, что Советский Союз в данном случае всегда оборонялся. Вся инициатива по развязыванию холодной войны, по развязыванию деления Германии на два государства всегда исходила с Запада. Почему Гитлер рискнул напасть на СССР? Хорошо известно, что фюрер всегда выступал против войны на два фронта, понимая ее гибельность для Германии. Об этом он писал даже в «Майн кампф». Об этой загадке до сих пор спорят многие историки. Ответ на этот вопрос, возможно, унес с собой в могилу последний узник Шпандау. В 1941 году нам совершенно очевидно, что Гитлер поступает вопреки своим собственным принципам. Не закончив войну на Западе, он начинает войну на Востоке. Это самоубийство. Но если мы предположим, что Адольф Гитлер договорился с Западом о тишине и покое на этом фронте, тогда все становится понятным. И так оно действительно и было. Опять давайте вспомним, что налеты немецкой авиации с 10 мая 1941 года прекратились на два года. Почему? Потому что Великобритания обещала Гитлеру целый значительный кусок времени для того, чтобы расправиться с Советским Союзом. И после этого заключить с ним мирный договор. Но единственным стопроцентным носителем правды являлся сам Рудольф Гесс. И поэтому Рудольф Гесс на Нюрнбергском процессе получил пожизненное заключение. Хотя если проанализировать его вину, то она окажется значительно меньше, чем вина других нацистов. Выступление Гесса на Нюрнбергском процессе полно недомолвок и намеков. Но при этом он ни словом не обмолвился о целях и причинах своего таинственного перелета в Англию. 10 мая 1941 года заместитель фюрера Рудольф Гесс сел в самолет и перелетел на территорию Великобритании. Очень любопытное совпадение. Именно 10 мая 1941 года состоялся самый сильный налет германской авиации на территорию Великобритании за всю мировую войну. То есть прилетел парламентер и одновременно прилетели самолеты, которые показывали, что будет с Великобританией, если те предложения, которые привез Гесс, не будут приняты. Что это за предложение? Гитлер предложил Великобритании совместный поход против Советского Союза. Или, как минимум, нейтралитет Великобритании с последующим заключением мирного договора. Англичане согласились. И Гитлер, который постоянно в своих работах писал о гибельности для Германии войны на два фронта, неожиданно совершил то, против чего сам всегда выступал. Гитлер начал войну на Втором фронте. Безумие? Да. Но если понимать, что Первого фронта, то есть Западного фронта, не должно было быть, тогда действия Гитлера становятся более понятными и логичными. Договорившись с англичанами, он обрушил всю мощь своей армии на Советский Союз. О возможных секретных договоренностях немцев с Великобританией свидетельствуют многие косвенные факты. Вот лишь несколько примеров. Странное затишье на Западном фронте в первые месяцы после нападения на СССР и прекращение воздушных налетов на Англию. Это, возможно, одна из главных тайн, о которых не говорили на Нюрнбергском процессе. Если, как нам говорят английские историки, ГЕС предложил Великобритании совместный поход против Советского Союза, а англичане отказались, то что здесь скрывать? Наоборот, эти документы надо публиковать в каждой газете и развешивать на каждом столбе. Кровавый гитлеровский режим предложил бесчеловечное соглашение, и мы, демократические англичане, от него отказались. В реальности мы видим наоборот. Документы засекречены. Почему? Потому что англичане не отказались, а согласились. Именно это одна из главных тайн британской истории на сегодняшний день. Помимо Нюрнбергского международного трибунала, процессы над нацистскими преступниками проходили в разных местах еще долгие годы. С началом Холодной войны позиция союзников по отношению к военным преступникам резко меняется. Советских представителей уже не приглашают для участия в судах. Приговоры становятся мягче, одна за другой идут амнистии. Это в первую очередь шло от англичан. Но мы все помним про план «Немыслимая», который не является фейком. То, что англичане действительно уже где-то в 1946-1947 годах приняли решение использовать немцев как будущих союзников в борьбе против Советского Союза, здесь маленькая деталь. Трудно поверить, но уже в конце мая 1945 года Черчилль поручает своему штабу разработать план войны против своего союзника СССР. Операция получила название «Немыслимая» и предусматривала использование якобы расформированных немецких частей и военных специалистов. Сегодня об этом можно говорить открыто. Документы рассекречены. Это план войны с Советским Союзом, точнее, план использования немецких вооруженных сил, остатков, в ходе гипотетической будущей вероятной войны с Советским Союзом. И, соответственно, в рамках этого плана уже в 1945-1946 год немецкие в лагерях сохраняли свою военную структуру. То есть план по сохранению немецкой военной структуры будет даже в лагерях военнопленных. Характерный пример – суд над генерал-фельдмаршалом Манштейном, которого англичане судили в Гамбурге. Основные преступления он совершил на территории СССР под Ленинградом и в Крыму, однако советских участников на процессе не было. Наиболее мерзкое преступление, причастность к которому Манштейну была в общем доказана, это использование военнопленных в качестве для разминирования. То есть, грубо говоря, военнопленные выгонялись, строим, на минное поле и гнались по минному полю. Погибала половина. Вот зато минное поле снималось. В 1950 году на основании неопровержимых фактов, участия в массовых расстрелах, уничтожении евреев и других военных преступлениях, Манштейн был приговорен к 18 годам тюрьмы. Однако уже через три года он оказался на свободе. Примечательно то, что на суде защита очень активно отмазывала, причем защита, как мы видим, не с бухты барахта, защита с самого верха британского политического эстеблишмента. Адвокатом на процессе был некий доктор Паджетт, впоследствии получивший титул сэра и лорда. Но на тот момент один из лидеров британской лейбористской партии. Интересная деталь, не правда ли? Вот лейбористская партия, напомню, тогда находилась у власти. Они искали себе союзников, они зарабатывали себе реноме в глазах немцев. И нельзя резать курицу, несущую золотые яйца, нельзя же сажать такую крупную фигуру, как Манштейн. Суд в Нюрнберге дал мощный посыл на искоренение коричневой чумы. Нацисты понесли справедливое возмездие за преступления против человечества. Однако уже в ходе процесса главный обвинитель от США Роберт Джексон признался, что другие процессы над военными преступниками надо проводить не по нюрнбергскому методу, а руководствуясь политическими интересами будущего. Планы США о мировом господстве легли тенью ядерного гриба на весь нюрнбергский процесс. Конечно, по правде говоря, на нюрнбергском процессе должны были бы рассматривать не только дела нацистских преступников, совершивших преступления против человечности, но и рядом с ними должен был бы сидеть президент Соединенных Штатов Труман. Ведь именно он санкционировал атомную бомбардировку двух японских городов, в которой не было никакой военной необходимости. Но страшная правда ведь заключается в том, что победителей не судят. Судят побежденных. При всех своих недочетах нюрнбергский процесс остается единственным примером действительно справедливого возмездия. Представители разных стран с разным строем, разной идеологией договорились о том, что есть вещи, которые делать нельзя ни при каких условиях. В отличие от будущих аналогов, вроде Гаагского трибунала или Международного уголовного суда, это действительно был справедливый суд народов. Нюрнбергский процесс и токийский процесс – это повод тем, чтобы гордиться своей страной, гордиться тем, что сделали вот эти поколения, потому что они, ну так сказать, они сделали революцию, они эти поколения сделали, ну так сказать, реорганизовали свою страну, провели ее модернизацию, и они победили очень сильного противника. И добились, чтобы в отношении этого противника были проведены судебные процессы, были расставлены точки над «и». И я думаю, что это тоже должно в нас чувство гордости за свою страну, патриотизма, уверенности в том, что мы вот кое-что можем, да, когда захотим, вот, чтобы это чувство тоже у нас было. Историю всегда пишут победители. Годовщина Нюрнбергского трибунала – это хороший повод для того, чтобы напомнить уроки истории новым претендентам на мировое господство, под какими бы флагами они ни выступали. Вся мировая история – это, в принципе, тоже борьба за территорию, за ресурсы, за их, за распоряжение этими ресурсами. С этим приходил Наполеон, с этим приходил Гитлер. Ну, я не знаю, придет ли Обама, я на него как-то вот не рассчитываю, что он придет, да, вот, но кто-нибудь может еще прийти, и поэтому, наверное, нам не нужно быть, вот, Иванами, не помнящими родства, не знающими своей истории. Значит, самый простой, ну, вот, вывод, самый простой вывод или самое простое основание для того, что надо знать историю – это геополитическое положение нашей страны. Значит, геополитическое положение нашей страны на сегодня таково, что она достаточно уязвима, она обладает привлекательными ресурсами, и если она, наша страна, не будет сильной, то рано или поздно с ней может случиться все, что угодно. Поэтому историю надо знать. 21 декабря 2010 года, накануне 65-летия учреждения Нюрнбергского международного трибунала, Генеральная ассамблея ООН по инициативе России приняла резолюцию, осуждающую все формы расизма и пропаганду идеологии фашизма. За проголосовали 129 стран мира, даже такие непримиримые противники, как Израиль и Иран. Единственной крупной державой, которая голосовала против резолюции, были Соединенные Штаты Америки. Странный урок Нюрнберга. Субтитры создавал DimaTorzok